здравствуйте мои дорогие и сегодня у нас с вами тема путешествия но сначала я хочу вам показать меня уже сколько раз после моих видео спрашивали а кто это у вас там висит за спиной вот кто это висит господи где твои глазки небритый ты мой это мой ангел-хранитель он уже со мной 7 лет ангел этот из болгарии он такой ботинках страшненький конечно стал надо бы как-то снять это все постирать с него но я так боюсь думаю потом вдруг что-то или не влезет сядет вот так он и висит такой вот ангел у меня вечереет уже все так спокойно сегодня такая погода хорошая просто как будто лето 22 градуса тепла видео я к сожалению показать вам не могу потому что у меня все мои видео все мурманске а я в крыму поэтому придется обойтись фотографиями но давайте посмотрим что получится кружка у меня с кофе подходящие к случаяю тани рифы канарские острова я во многих странах была но вот канары у меня просто неизгладимые впечатления оставили может быть потому что мы были там в январе но хотя я в египте была в январе совсем не то а так как мы жили в мурманске я так вот хочу рассказать мы жили в мурманске на новый год мухи как вы надоели на новый год нам проще чем нам лететь через питер или москву это очень далеко нам проще через финляндию финляндия для нас как дом родной вот и мы поехали на новый год в финляндию прожили там неделю сейчас вот покажу вам фотографии чудесной заснеженной страны финляндии дом мы такой вот снимали там так получилось что мы этот дом снимали два раза через год что ли или через два опять в этом доме жили финляндии холодно холодно прям холодно может быть и 30 градусов и больше холодно зимой там но у меня и сын и внук на горных лыжах катаются поэтому для них радость покататься недельку там я отвлекаюсь на фотографии вот а потом через неделю мы мы и в финляндию на машине ехали потом поехали в тампоры в аэропорт оставили там машины на двух ездить потому что народу нас было прилично оставили там машины и полетели в германию в германию мы прилетели во франкфурт мы прилетели в германию в финляндии было минус 28 а в германии уже было плюс 3 сразу лететь тяжело потому что с нами было трое детей поэтому мы переночевали в отеле отель прямо в аэропорту прям через дорогу от аэропорта чем мне запомнился этот отель там так тяжело открывались двери это настолько как-то сделано там такие резинки ну на дверях как у холодильника так тяжело открывается но зато закрывается ничего не слышно хотя вот видишь из окна садятся самолеты взлетают тишина полнейшая просто вот очень понравился отель этот ну и на следующий день мы сели опять в самолет и полетели на канару летели над европой причем из германии полетели сразу к побережью атлантического океана там франция португалия вот а потом полетели над океаном два с половиной часа мы летели только над океаном кто не знает канарские острова находятся в ста километрах от африки ну короче говоря между америка и южной и африкой но ближе сюда к априке представляете январь месяц прилетели сняли апартаменты двухэтажные внизу кухня гостиной и одна комната и на втором этаже большая комната там сколько было три или четыре три больших кровати очень хорошие апартаменты очень приятные недалеко от моря и из гостинки прям такие двери раздвижные выходишь там такой дворик садик такой так приятно очень хорошо прям понравилось мне понравился хороший апартамент что поражает конечно в первую очередь океан я очень люблю смотреть на море чем поражает песок вулканический на тонерифе местами он просто темный местами практически черный вот я делала докупаж бутылка это вот то место Лас Америка где мы жили на тонерифе на тонерифе это кастанеты вот вот такой песок причем он мелкий и летучий просто как ветер подует в глаза попадет ой дети кричат вот ну в общем короче говоря представляете себе да вот у меня там на фотографии есть пляж но там не такой темный песок океан конечно холодный в это время в январе месяце но кругом бассейны с подогревом поэтому просто замечательно я конечно залезла в океан но подумала что нет почки сейчас отвалятся вот так ходила ноги мочила в океане сейчас еще посмотрю да вот что еще люди молодые которые на досках катаются они целый день в этой воде они же в костюмах ждут волну так интересно на них смотреть вот у людей какой образ жизни в общем океан конечно есть океан вот что еще больше поражает это количество необразимое растений всяких всяких ну просто вот я вот даже вот не могу передать словами все цветы которые у нас продаются в магазинах в горшках шифлеры фикусы ну практически все которые в горшках продаются там высочайшие деревья и так странно на это смотреть потом идешь по улице падают финики созревшие на голову и вся вот дорога испачкана кругом эти финики потом я тогда была не так коротко стрижена потом голову только приходишь и каждый раз голову моешь она вся сладкая погода в смысле температура конор это же острова вечной весны там особой жары то не бывает там круглый год вот температура до 30 в основном редко когда бывает жарко прям вот мы были в январе было обычно 25-27 а последний день перед нашим отъездом 31 был девочки посмотрите фотографии в общем невообразимое количество растений и все это такое огромное если какой-то кактус который у нас вот можно увидеть вот такой да допустим вырастет круглый такой там он вот такой просто наверное я пока буду прерываться до завтра потому что солнце заходит а при искусственном свете совсем не то ну что мои дорогие продолжаем у меня опять кружечка стани рифа в руках вот и что что меня еще поразило на камерах это это вулкан тейде это достопримечательность тани рифы высотой он 3700 по-моему 3 километра 700 в общем выше облаков и на него он давно не извергался но извергался так что там на многие километры такой космический вокруг просто как будто на луне где то что ли там очень много снималось фильмов голливудских вот когда нужна такая местность под звездные войны там то там снимали много фильмов вот на самом деле очень конечно место интересное вот но на него мы ехали на машине очень долго он довольно далеко находится от побережья и вот по этим дорогам по серпантинам так вот едешь едешь вот и сначала значит были пальмы внизу потом выше и выше уже пошли сосны прям лес ой хорошо что мы были предупреждены что там наверху холод и снег даже лежит ну немного но лежит вот 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 мы туда приехали на фуникулёре поднимались во-первых очень огромная поднимались на фуникулёре всех сфотографировали перед тем как значит садиться туда сейчас я по коточкам опять посмотрю чтобы по порядку говорить а то вот высота конечно огромная этот фуникулёр хоть и быстро вроде двигается но очень долго и так вот смотришь эти машины внизу сначала такого размера потом такого потом такого потом просто исчезают не видно и там где стоят столбы ну между этим проводом как фуникулёр едет там стоят столбы такие здоровые и вот когда его проезжаешь ужасно неприятно ну ой прям так дёргается очень но мы все время смеялись что туда что обратно там в каждой этой кабине сидит молодой человек вот нам попался такой который сидел и спокойно себе кроссворда разгадывал ну поднялись короче на такую высоту облака где-то между гор там внизу дышать нечем а я же как человек курящий когда волнуюсь мне закурить надо а зажигалка не зажигается я как-то в горы не поднималась на такую высоту никогда очень неприятно у меня стали ноги ватные руки ватные там так холодно мы там взяли с собой мало того что эти тёплые кофты так взяли еще с собой пледы закутались как те французы под москвой в двенадцатом году ну конечно красиво что говорить красиво оттуда видно просто вот так далеко до моря но вот это вот состояние непривычное к высоте не очень или это уже просто возраст я ведь по молодости лет же прыгала с парашютом но там не так то выпрыгнул и понесся к земле ну как то ну не так там тебя адреналин перекрывает все и а тут просто нечем дышать и были мы там недолго наверху потому что ну походили посмотрели нет и поехали мы вниз а вниз это опять вот эти толчки когда между столбами ну уже тут ждешь думаешь скорее бы земля уже потому что ну очень красиво конечно очень кто будет на Танерифе конечно поднимитесь съездите потому что ну такого вы больше нигде не увидите ну где еще такое увидеть еще есть на Танерифе замечательное это не одно конечно замечательное место там и парки есть шикарные где касатки там всякие номера исполняют и попуга и ну все там кто угодно вот ну мне очень понравился вот Сиам это аквапарк потому что я была в аквапарках но такого вот я не увидела я уже потом посмотрела а он оказывается один из лучших аквапарков мира ну просто грандиозный конечно аквапарк я вот даже вам сейчас не буду все это перечислять потому что там столько всего там такие аттракционы для детей для подростков для взрослых ну просто это вот не передать словами и все это в такой зелени в такой красоте я вот не все фотографии выложила ну потому что это часа на два все это растянется это не дело вот красивые двухэтажные автобусы которые и по городу на них можно проехаться возят туда специально вот это аквапарк какие там рыбы в прудах ну девчонки ну просто прелесть он еще находится на горе и оттуда тоже и океан видно ну у меня просто вот даже нет слов честно вот вам говорю чтобы описать всю эту красоту вот я вот в каких странах не была ну вот прям Канары это да замечательное место на земле вот это аквапарк там просто можно с утра прийти и вечером уйти и я думаю что не накатаешься и очень здорово ну и там плывешь на этой ватрушке на надувной по реке такой плывешь плывешь там ну то горки мостики красиво так все а потом в конце на огромной скорости ты влетаешь в стеклянный как сказать огромный аквариум что ли и в нем труба прозрачная и ты на этой ватрушке туда влетаешь и плывешь там а у тебя за этой стеклянной трубой акулы какие-то еще огромные такие страшные костя вот там я не знаю сколько метров выше девятиэтажного дома и прям почти вертикально вот по такому узкому желобу с этой высоты несется вниз несется вниз влетает в воду тоже а под ним там эти акулы плавают ну правда вот если будет возможность у вас или у ваших детей или внуков то замечательное место на земле ну и напоследок еще немножко красоты там очень интересная архитектура ну конечно отели в основном современные а так вот в городе я не знаю как этот стиль называется марокканский или мавританский в общем очень много зданий таких интересных во-первых чистота это просто вот все блестит ни соринки ничего пальмы эти вот какие-то здания какие-то крепости и опять же все цветы кругом растения деревья замечательные пенсионеры живущие там передвигаются все вот на электрических этих маленьких я не знаю как они называются вот эти маленькие машинки открытые сейчас они и в России появились ну там просто поголовно вот у меня тут фотографии есть там дедушка еще и какие-то стулья перевозит на нем и вот они так интересно ездят там один другого там обгоняет здороваются там очень много немцев прям очень много в основном наверное даже немцев я там подружилась женщина из польши с горожиной не знаю вряд ли а вдруг она смотрит тогда привет горожина очень конечно очень 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 такие остались впечатления и внуки были счастливы просто им так все нравилось вот у них практически везде где плиточками вот этими цветными выложены ступеньки фасады даже вот просто обычная плитка на дороге да идешь а где деревья вот этой плиткой кусочками плиточки мозаикой вот это выложено это так симпатично ну прям вот такие места интересные ну и конечно кругом лайм растет лимоны мандарины вот я уже говорила финики просто растут вот а еще поразило мы когда ехали на Тейда по дороге несколько деревьев огромных цвели не знаю мы просто на ходу я вот сфотографировала одно дерево там январь месяц цветут деревья белым как снегом посыпанные да добираться конечно далеко но оно этого стоит правда вот стоит оно этого так такую красоту везде конечно во всех странах красиво по-своему ну вот Танериф мне очень понравился хотелось бы еще на Гранд Канарию попасть ну тут уж поживем увидим так что спасибо за внимание мои дорогие кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь буду еще снимать пока пока подогнал «Симон» подогнал «Симон» за сучит